В Воронежце прошли бесплатные обследования зрения и результаты полученных данных неутешительные. 30% обследуемых впервые обратились к офтальмологу. Выявлено более 25-30% патологий, которые выявлены впервые. То есть пациенты о наличии заболеваний глаза не были осведомлены и не были в курсе, так как у них не было жалоб и они не обращались за медицинской помощью. Наиболее часто выявляемые заболевания, которые мы обнаружили, были глоукома, катаракта, нарушения рефракции, такие как миопия и гиперметропия. Повышенное внутриглазное давление приводит к потере зрения в пораженном глазе, что в итоге заканчивается слепотой, если вовремя не начать лечение. К примеру, глоукома у нас сейчас считается заболеванием, которое является заболеванием молодого возраста. И выявить его можно и на этапе 30-летнего возраста, и 35 лет, хотя в каком-то далеком промежутке времени считалось, что глоукома – это заболевание взрослых пациентов. Миопия очень часто встречается у студентов, тех же самых, для которых мы организовали именно проект «Счастливый взгляд», когда они обращаются, студенты и медицинского вуза, и вуза города Воронежа, за обследованием бесплатным для выявления патологии. С целью предотвращения итога заболевания, которое является слепота, скрининговые обследования являются основополагающими для того, чтобы мы снизили количество инвалидов и улучшили состояние зрительных функций. Даниил зрение решил проверить, потому что ежедневно работает с микроскопом. Думают, что перенапряжение глаз может сказаться на зрении. Участвовали недавно в конкурсе, ответственность которого заключается в выполнении микрососудистого настамоза, который выполняется под микроскопом, в связи с чем постоянно глаза испытывают какую-то нагрузку. И стало чисто интересно, в каком плане и насколько у нас может испортиться зрение при длительных работах под микроскопом. Поэтому появилось такое желание посмотреть, потому что до этого проблем таковых никогда не было. На скрининге при определении полей зрения на периметре Фёрстера у Даниила выявили слепое поле. Такой метод, коротко о нем, это то, что человек занимает необходимое положение и смотрит его периферическое зрение. И, соответственно, в зависимости от того, насколько сильно оно нарушено или оно в норме, будет выпадать определенные поля зрения, то есть в соответствии с тем, где есть повреждения. Бесплатный офтальмологический осмотр и консультацию может получить в клинике на Куколкино любой житель Воронежа. Чтобы об этом узнало больше людей, между управлением информацией, Воронежской мэрией, медицинским университетом и клиникой было подписано трехстороннее соглашение. Наш проект социально ориентированный. Скрининговые обследования в основном направлены на выявление причины заболевания, но диагноз ставится на основании уже более детальных осмотров. И скрининговые осмотры чем хороши, что позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда мы еще можем что-то сделать, предотвратить, потому что статистика достаточно неутешительная. Клиникой проводились выезды в районы области, чтобы охватить обследование все население региона. К офтальмологу рядом, когда выезжали наши специалисты, сотрудники кафедры офтальмологии. И проводили также бесплатные скрининговые осмотры. Достаточно большая группа населения, больше тысячи человек. И пациенты достаточно сознательные в районах, они дальше продолжали свое обследование. Потому что чем раньше заподозришь какое-то заболевание, чем раньше начнешь лечение, тем больше последствий можно избежать и, может быть, удастся предотвратить хирургическое вмешательство. Многие узнают о проблемах со зрением, когда уже слишком поздно. Другие диагнозы ставят сами себе. Очки подбирают в оптике без консультации с врачом, без всяких исследований, на глаз. Что только усугубляет ситуацию. Вовремя проведенный осмотр очень важен для здорового зрения.